Перед депутатским корпусом муниципального образования «Белореченский район» о работе местных полицейских отчитался начальник отдела МВД по Белореченскому району Евгений Севицкий. Личным составом отдела МВД в прошлом году проделана определенная работа, направленная на стабилизацию оперативной обстановки, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на территории района. Именно открытость и публичность являются важнейшим составляющим при формировании объективного общественного мнения о деятельности полиции при защите граждан, преступных и иных противоправных посягательств, охране общественного порядка, обеспечении достойного уровня общественной безопасности. Сегодня в ходе отчета я доведу до вас состояние криминогенной обстановки на территории Белореченского района, а также результаты проделанной работы отдела в 2018 году. И с учетом этого я хотел бы, чтобы наш разговор затронул тот спектр вопросов, которые вы, на ваш взгляд, наиболее беспокоят сегодня Белореченцев. Ваши предложения будут очень полезны. Приоритетное значение придавалось предупреждению, раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, профилактике правонарушений, совершенствованию работы по оказанию государственных услуг, укреплению доверия граждан. За отчетный период полицейским удалось удержать оперативную обстановку в районе под контролем, а также добиться положительных результатов. Белореченский отдел МВД занимает седьмое место в рейтинговой таблице края. Всего по итогам 2018 года дежурную часть поступила в 21 462. Это на плюс полторы тысячи заявлений обращения иной информации граждан района, в ходе рассмотрения которых по 5711 были возбуждены дела об административных правонарушениях. По 906 вынесены отказы в возбуждении дел об административных правонарушениях. По 961 материалу принято решение о направлении по последствийности, подведомственности, либо по территориальности. 865 материала приобщены к материалам манипуляторных дел в связи с отсутствием состава правонарушения. По 9251 отказы на возбуждение уголовного дела. В результате профилактической работы всех подразделений по итогам 2018 года удалось не допустить роста преступности. Всего за прошедший год зарегистрировано 1138 преступлений, почти на 6,5% ниже предыдущего. Из них 215 небольшой рост произошел на 3% по тяжким, особо тяжким составам. 185 машинистов, 485 краж чужого имущества, 80 преступлений, связанных с незаполковным оборотом наркотических веществ, 13 угонов транспортных средств, 4 убийства, 21 причинение тяжкого вреда здоровью, 2 изнасилования, 3 разбойных нападения, 3 факта фальшивого нетничества. Снижено количество краж, в том числе квартирных, разбойных нападений и грабежей. Нам удалось раскрыть 100% убийств, изнасилований, тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, больше раскрыто краж судовых телефонов. Всего раскрыто и направлено в суд 559 преступлений, из них по тяжким, особо тяжким составам 98, 2 убийства, 15 причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе 3 со смертельным исходом, 5 грабежей, разбойные нападения, 156 краж чужого имущества, в том числе 21 кража, совершенная из квартир и домовладений граждан, 3-4 кражи сотовых телефонов, 4 кражи транспортных средств, 10 угонов транспортных средств, 48 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, из них 7 фактов сбыта, 41 факт мошенничества, 1 факт фальшивомонечества и другие. В то же время, до настоящего времени не раскрыто 541 преступления, из которых 322 кражи чужого имущества, 3 грабежа, 1 разбойное нападение. Уважаемые депутаты, хочу сказать, что работа по раскрытию нераскрытых преступлений стоит у меня на особом контроле. Ценю сокращение остатка нераскрытых преступлений. В нами еженедельно проводится комиссионное заслушивание нераскрытых преступлений, в том числе и так называемых преступлений прошлых лет. В 2018 году из приостановленных угодовных дел было раскрыто 27 преступлений, в том числе 7 по тяжким составам. В прошлом году сотрудниками отдела наркоконтроля были задержаны 6 групп наркодилеров. По линии миграционного контроля составлено более 400 протоколов за административные правонарушения. Мы в течение 2018 года работали с вами в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, администрацией города и района, главами поселений, прокуратурой, Федеральной службой безопасности, судовым и следственным комитетом, средствами массовой информации, а также институтами гражданского общества. Используя возможность, я хочу еще раз поблагодарить всех присутствующих, оплатурную совместную работу и поддержку органов внутренних дел. Спасибо за внимание. Заслушав доклад руководителя отдела МВД, депутаты районного совета задали Евгению Севицкому вопросы, которые волнуют их избирателей. Обращения граждан поступают депутатам во время приемов в округах. Например, куда звонить, чтобы рассказать о хулиганстве или другом нарушении общественного порядка. Единый телефон доверия – это Главное управление внутренних дел по Краснодарскому праву, непосредственно Главное управление в городе Краснодаре на Гаврилово 96. Телефоны дежурной части как бы гражданам известны. Хочу сказать, что если граждане приходят непосредственно ко мне, я не смотрю, что у меня там приемы только по понедельникам, любой гражданин, который приходит. В 2018 году у меня было 62 гражданина на личном приеме. Мы по поселению выезжаем, если люди хотят о чем-то поговорить. Телефон на антинаркотической комиссии в рабочее время 2384. Но есть у нас телефон доверия, находится в дежурном на ЛИДДС, и мы размещали неоднократно в СМИ. Запишите, пожалуйста, 918-228-85-88. У нас 4 телефона в дежурной части, необязательно 0-2, 112. Любое поступившее заявление или сообщение не просто о преступлении либо административном правонарушении, даже если человек звонит анонимно, оно у нас все равно регистрируется, и меры будут приняты, будут отписаны соответствующие службы, которые будут заниматься. Понятно, у нас дежурная часть, она выясняет фамилия и имя отчества заявителя, необязательно гражданину указать. У нас поступает масса анонимных заявлений. То есть на эти телефоны, ну, как он называется, какая разница, телефон доверия, либо просто телефон отдела. Округи, куда мы не ходили, это Черниговский, это Вжедуховский, это Рязанский, все жалуются на сотрудников участковых. Они просто говорят, что вообще их нет, их не видят. И самое плачевное то, что и главы тоже подтверждают то же самое. Другой вопрос, сколько я не был в Рязанском встрече избирателями, или я действующий депутат уже давно, они все жалуются на больших грузовых транспортных машин, которые носятся по середине улицы, которые ставят знак запрещенного. Действительно, часть находится в командировках, стараемся перекрывать другими участковыми. На каждом участковом пункте полиции есть телефоны сотовые, и даже когда участкового не бывает на месте, можно участковому позвонить по телефону. Мы стараемся выдерживать все-таки графики приема граждан, стараемся выдерживать. Да, это не всегда получается. А то, что касается безопасности дорожного движения, то же самое. У нас в сутки заступает 7 нарядов ДПС на территории города-района. Одни работают с 7 утра до 20 и с 20 до 7. Вопросы поступали самые разные. На какие-то из них Евгений Севицкий отвечал сразу, какие-то брал на заметку. Председатель совета Татьяна Марченко поблагодарила докладчика за обстоятельный отчет, предложив депутатам принять информацию к сведению. Предложение не вызвало возражений у присутствующих. Наталья Пугачёва, Сергей Чернецов. События и люди.